Время июньского визита в Хакасию Региону было дано разрешение начать реализовывать поручения президента, не дожидаясь вступления в силу поправок в постановление. А потому уже в минувшую среду в рамках сессии Верховного Совета Хакасии соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение парламентариев. Если 8 человек умножаем на 18, мы понимаем, что это более 100 квадратов. А если у них было 90 квадратов, то они получат 90, не 100. Если федеральный бюджет нам дал на 70 метров эту площадь, а им надо 100 метров, семья-то большая, то вот эта разница между стоимостью, которая 70 метров и 100, оплачивается бюджетом республики Хакасии. Это наши дети, это наши многодетные семьи, куда мы их денем? Проект закона депутатами был принят единогласно. По новым правилам дом для многодетных будет оформлен в общую долевую собственность между всеми членами семьи. Чего не скажешь о семьях, в которых воспитываются дети приемные и опекаемые. На них нужно распространить право на получение дополнительных метров в жилой площади без оформления на них, без оформления на них права собственности, с тем, чтобы эти дети, когда они достигнут совершеннолетия, не потеряли право на приобретение собственного жилья. В целом на обеспечение жильем многодетных и опекаемых семей Хакасии из федерального бюджета будет выделено более 200 миллионов рублей. Между тем, общая сумма, предусмотренная на ликвидацию последствий апрельских пожаров, составляет свыше трех миллиардов. Средства поступают в регион поэтапно, в связи с этим возникает необходимость корректировать местный бюджет. В рамках 19-й сессии, финальной в первом полугодии 2015-го, парламентарии большинством голосов одобрили очередные поправки в финансовый документ, уточнили доходную и расходную части. Каждая увеличилась почти на 400 миллионов рублей. На организацию отдыха и оздоровления детей, семей, детьми и неработающих пенсионеров, пострадавших от пожаров, дополнительно предоставлено с федерального бюджета 125 миллионов 355 тысяч. Отдельная статья расходования федеральных средств адресована погорельцам-сельхозпроизводителям. На восстановление хозяйств дополнительно предусмотрено почти 90 миллионов. И это еще не последний пункт поправок. На единовременные выплаты граждан, получившим в результате пожара пресс-дорожью, 3200. Это для выплаты 16 граждан. На сегодняшний день, пока мы уже есть заключение, нет экспертизы. В целом, мы ожидаем, что вам еще наступит 11600 на 56 граждан. Еще важная статья закона – это содержание пунктов временного размещения погорельцев, в которых сегодня живет почти 500 человек. Вероятно, дольше всего затянется пребывание здесь семей, чьи дома будут сданы ближе к 20 числам августа, а также тех, кто будет ждать так называемые социальные постройки. Их в Хакасии, по словам губернатора, возведут ровно 100. Строительство с разрешения президента начнется несколько позже, а потому сроки сдачи будут сдвинуты на конец сентября. Продолжение следует...